И всем привет, ребят, с вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему уже практически оконченному ивенту золотой лихорадочки. Сегодня вместе с вами мы сделаем то, что я должен был сделать уже значительно раньше, но до сих пор не сделал. Сегодня у нас последний день ивента. Я, как вы знаете, а может быть не знаете, сменил фракцию на отряд релизника. Это та самая фракция, которая выигрывает в этом ивенте. Сегодня вместе с вами мы будем делать закупочку трелизника, будем забирать миссии с трелизником. Ну и в принципе заканчивать прохождение этого всего ивента. Ну и по итогу забирать все награды, которые, как мне сказали, начислят лишь только в среду. Почему только в среду, я не знаю, потому что ивентчик у нас заканчивается сегодня. Я бы, если честно, уже бы завтра хотел бы получить награды, открыть, получить там скинконтик, потом покатать на новой жиге с пульсарчиком, получить громчика с саламандрочкой, которого у меня нету, чтобы можно было бы открыть все контейнеры. Но мне говорят, что только лишь в среду эти призы будут выданы у нас. Но если вам нравятся подобные роды видосы, где мы все эти дела прокачиваем, обязательно не забывайте поддерживать его лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал. И также не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас проходит на 2 миллиона кристаллов на 30 тысяч танкоинов. По моему личному тегу в настройках игры в аккаунтике вот здесь вот тежечку, тимпшечку устанавливаете, дальше оформляете покупку в магазине, ну и заполняете форму и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. Я же в свою очередь открываю супер миссии. Для начала мне необходимо забрать призы от тюда. Я сегодня благополучно завершил свою последнюю миссию. Поэтому забираю 110 трилистников. Десяточка, двадцаточка, тридцаточка, сороковочка, пятьсяточка, шестьсяточка, семисяточка, восемисяточка, девяностик, сотик, сто десятник. Сто десятник и сверху еще 15 ультриксонов сюда в карманчик. Итого у меня 55 ультриков есть, с которых есть возможность выбить грамма GT, который мне очень сильно нужен. Если ждете это открытие контейнеров, то обязательно тушаните сюда лайкозавра. Сто песяточку намутим. На этом видеоролике я супер быстро постараюсь открыть все ультраконтейнеры, которые у меня есть на сегодняшний момент времени на этом аккаунте. В сумме у меня есть 170, 190, 230, 250 ультриков. 250 ультраконтосов. Это прям, ну как будто плотную такую вкуснятину открою в магазине. А, в магазине у нас не продается сейчас никакого такого спецпака с большим количеством ультра. Но, грубо говоря, большую спецушку куплю с ультраконтейнерами. Я долго думал приобретать мне эту спецуху за 2000 танкоинов с одним днем према, 120 трилистников и как раз таки 15 ультраконтейнеров. И пришел к тому мнению, что, ну в принципе, наверное, в этом нет никакого смысла. Я просто подсчитал все бабосы, которые мне нужно потратить на это дело. Ну и вот, если грамотно все это дело рассчитывать, то я 110 куплю санул, 12 поймал, 2, ну в принципе, там уже была не нужна. То есть, получается, у меня сейчас 120 трилистника уже имеется. И для того, чтобы получить все награды, а именно получить тот самый заветный скин-контейнер за 450 трилистника, мне надо 330 трилистника приобрести. Кристаллов у меня на основе супер много, девать их некуда, поэтому я вообще не вижу никакого смысла тратить дополнительно танкоины, если я могу просто накупить трилистника и ни в чем себе не отказывать. Мне надо купить, получается, 4, ой, 4, говорю, 6 раз по 50. То есть, мы покупаем 1, мы покупаем 2, мы покупаем 3, мы покупаем 4, 5 и 6. То есть, 6 раз вот так и 1 раз вот такую вкусненькую 30 очку и получается 200 тысяч кристаллов я, ну, грубо говоря, засейвил за счет пойманных трилистников из голдов. Да, в принципе, как вчера на стриме один из игроков сказал, если не ошибаюсь, это Жека был, то, что если вы ловите один трилистник, это как будто вы забираете 20 тысяч кристаллов. То есть, грубо говоря, на выходных, на повышенных голдах трилистники было максимально выгодно ловить, если вы как раз-таки собирались проходить этот замечательный ивент. Так что я приобретаю вот этот вот еще спецушник и все, вуаля, у меня 450 здесь трилистника будет. Где-то через часик, я думаю, что все это дело обновится. Ну и я благополучно всю эту вкусную линеечку заберу себе в карманчик. Также очень многих мучает вопрос, связанный с сейфами. И я, в принципе, на него уже давал ответ на втором канале, но, повторюсь здесь, изначально в этом ивенте не было никакой информации по сейфам, да, и никто не знал, что с этими сейфами. Вдруг там внутри еще дополнительные какие-то награды и та фракция, которая забирает сейф по итогу дня, получает еще дополнительную награду, потому что был как раз-таки вот этот вот замечательный значок в виде аптечки. Да, и он, ну такой, знаете, непонятный, да, то есть для чего эта аптечка нарисована. Изначально кажется, как будто там в сейфе может быть еще какой-нибудь дополнительный приз имеется, да, и по итогу всего этого ивента, да, за 11 дней отряд трилистников, например, у нас забирает все 11 сейфов. И с этих 11 сейфов еще получают дополнительно сверху награды, да, ну можно было бы так подумать. Но на самом деле эти сейфы это просто лишь констатация того, что вы забрали определенный день, то есть ваша фракция за определенный день набила большее количество как раз-таки этого трилистника. Соответственно, мы просто безоговорочно, я имею ввиду именно фракцию отряда трилистника, выигрываем этот ивент, ну и лутаем все эти самые замечательные награды за личный зачет. И за командный зачет получаем в свой гараж огнемета Legacy Skin, который в принципе, ну для меня лично является хорошей вещью, которая точно лишней на моем основном аккаунте не будет. Ну а что касаемо самих сейфов, то там, к сожалению, пусто, пусто, нету там никаких дополнительных наград, хотя, если честно, да, если честно, идея с дополнительными наградами в сейфах выглядит интересно, да. И я, если честно, ну был бы даже, наверное, бы рад, если бы эти дополнительные награды в сейфах были, да. Но, к сожалению, там ничего нету, там пустяк и просто мы как бы забрали 11 дней, ну как, 11 еще не забрали, 10 железно забрали, ну и в принципе там для победы-то в этом ивенте нужно было, ну хотя бы 6 сейфов, если, например, какая-нибудь другая фракция бы забирала. И то, даже если бы там, например, разные фракции бы забирали, то еще бы и меньшего количества хватило. Я, по сути, уже после третьего дня сменил фракцию и с первого раза выбил отряд трилистника. Хотя знаю, что многие игроки писали и говорили даже мне на голосе о том, что очень много раз приходится менять, чтобы попасть в этот отряд трилистника. И кто-то, даже сменив 5 или 6 раз, до сих пор не попал в эту фракцию. В принципе, я, получается, в этом плане, значит, делал все грамотно, что уже после третьего дня начинал менять фракцию. Хотя многие ребята мне тоже говорили о том, что зачем ты так рано меняешь, типа можно там поменять в последние дни. Но, как показывает уже практика и опыт других танкистов, то, что я менял с третьего дня, это как раз-таки правильное решение. Потому что бывает такое, что не кидает, да. А сменить фракцию можно только один раз в сутки. И если бы мне не повезло бы, то мне бы тоже пришлось бы, например, вот я здесь бы менял бы только первый раз, второй раз, третий, четвертый, пятый, шестой, то есть седьмой. То есть у меня была бы возможность как раз-таки сделать 7-8 смен, и вдруг бы мне там не повезло бы, да. Ну, благо, все закончилось так, что я с первого раза уже попал в нужную фракцию. И спокойнейшим образом вместе с вами, кто стрелистников, заберу жижечку, ну и плюс скин-контейнер и все эти замечательные дополнительные награды. Ну а вы, если ждете открытия скин-контейнера плюс ультра-контейнеров, ну ультра-контейнеры мы 100% железно откроем в ближайшее время. Плюс у меня здесь еще зафармится большое количество обычных контейнеров. Можно будет сделать еще и открытие отдельно обычных контейнеров, потому что у меня и обычных контейнеров уже сколько-то там некислое количество накопилось, да. Я не говорю сейчас даже про старые, из которых у меня тут ничего дропа нету интересного. Вот именно про новые, из которых у меня еще до сих пор есть всякие замечательные интересные устройства. Тут на гром, на скорпион, еще на гром, еще на гром. Ну а это на гром я получу. Рикошет подавляющее поле и рикошет криополе, да. То есть если хотите все это дело открытия, чтобы мы в ближайшее время оформили, то конечно же поддерживайте данный видеоролик лайком. Ну и конечно же, конечно же, не забывайте подписываться на этот замечательный канал. Ну а я в свою очередь заканчиваю этот ивент. В принципе он, наверное, такой является более проходной. Ждем награды, ждем выдачи и получения призов. Ну а дальше будем делать интересные открытия всего этого дела. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на этот замечательный канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про розыгрыш. 2 миллиона кристаллов, 30 тысяч танкоинов. По тегу, темпшечки разыгрываются. Поэтому если еще вдруг не участвуйте, в описании вся информация по этому поводу имеется. У меня друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.